У меня мир атмосферный. Я его сама тщательно, ежедневно создаю. И прям любой, даже самый обычный, даже будний вечер становится просто какой-то вечеринкой, которую проспонсировал Гэтсби. Все приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами особенное видео, потому что я по вашим многочисленным просьбам и запросам решила немножко делиться своим бытом и какими-то важными ценностями, в которых я живу. Видео посвящено созданию домашнего бара и моему вот этому старинному буфету, который найден на просторах интернета. Он старичок, который я страшно люблю, потому что есть в нем удивительная вот эта атмосфера пожившей вещи. Этот буфет был в ужасном состоянии. Такой весь прям пыльный, покосившийся, со стертым лаком, со стертой вот этой вот росписью. Я его увидела, влюбилась, поняла, что все, он мне нужен. И он был отправлен на реставрацию, где восстанавливали все вот эти рисунки. И очень важно было, чтобы не восстановили слишком сильно, потому что вот эта как раз-таки эстетика и атмосфера старого буфета, она должна была быть сохранена. У него были вот эти двери. Конечно же, я их сохранила, то есть он был полностью наглухо закрыт. И у него были достаточно чистоколом полки. Скорее всего, это был посудный шкаф. Тарелки составлялись одна на другую, и поэтому они были чистоколом, чтобы удобнее было их доставать. Дверки защищали от пыли, ну и в принципе защищали от того, чтобы туда никто не полнул. А я, конечно, эти двери сохраню, и мне очень хочется сделать из них красивое панно. У меня две их. Вот эта роспись, она, конечно, удивительно красивая. Ну и плюс вот это само даже ощущение старого дерева. Оно, конечно, ни с чем не сравнимо, ни с каким новым стеллажом. Полки я тоже сохранила, которые здесь еще дополнительные стояли две. Они у меня также станут в какой-то момент навесными полками. Чуть-чуть приоткрою его и покажу, что я уже его заполнила. У меня внизу вино, бокалы, громоздкие стеклянные штуковины для какого-то праздного вот этого культурного пьянства, крушенницы для крушенной пунша, декантеры, дополнительные бокалы, дополнительные шейкеры. Все стоит здесь. Плюс катерти, салфетки, тоже все там. Удивительная совершенно атмосфера старых вещей. Я очень их люблю и ценю. И вот так вот штучно, если влюбляюсь, если даже мне не нужен новый шкаф или какой-то предмет интерьера или быта, я все равно это куплю. Потому что вещи, за которыми у меня цепляются глаза, я верю, что они, знаете, в какой-то степени не случайные. Потому что я даже знаю себя, я в этом буду год и даже два думать, почему я не купила, почему я не взяла. Вот этот шкаф, например, покупался никуда. Он стоял в офисе, потому что его некуда было поставить. Он стоял у нас с переговорами, у него хранились какие-то провода, бумага для записи. Потом у него хранилась посуда, что в нем только не было. И в какой-то момент я поняла, мне нужен домашний бар. Я начала думать, как оформить домашний бар. Конечно же вспомнила про этого старичка и то, что он действительно идеально подходит. Я специально открыла его верхнюю часть, чтобы создать такую легкость, потому что он достаточно темный. Чтобы он, как Майдадыр, здесь не стоял посреди комнаты, такой на ножках, угрюмый. Вытащили его из деревни, чем-то недовольный. Было принято решение дверки верхние снять. И сейчас у него появилось как раз-таки вот это вот пространство, которое легко доступно. Он не выглядит как-то давяще, темным пятном, в светлом помещении. А наоборот, очень органично вписывается в мою квартиру. Так вот, бар. Зачем мне вообще бар? Зачем бар девушке, которая особо не пьет? Потому что мне нравятся разные культуры. Мне нравится, когда во всем есть эстетика. И вот в культуре коктейлей есть какая-то абсолютно своя эстетика. Это очень красиво. Особенно, если не вдаваться в какие-то вот эти пошлые названия этих коктейлей. Коктейли со сливками, я их называю, и с блестящими штучками торчащими. А если говорить о классических коктейлях, они очень красивые. И так же, как старинные вещи, которые имеют атмосферу. А я, в принципе, всегда очень огромное внимание уделяю атмосфере. Для меня это так важно. Я вообще не могу, когда что-то случайное, просто вот без атмосферы, просто есть. Нет, мне нужен атмосферный диван, атмосферный буфет, атмосферный холсты, атмосферный виниловый проигрыватель, атмосферные цветы, атмосферное все. В другом мире я не могу существовать. У меня мир атмосферный. Я его сама тщательно, ежедневно создаю. Конечно же, эстетика вот эта вся коктейльная, она также очень атмосферная. Атмосферная. Красивые вот эти всякие причиндалы мелкие. И, если честно, я не очень люблю коктейли. Я не очень люблю коктейли. Я не очень люблю коктейли. Даже в бесконечном интервью в своем видео я как-то говорила, что я вообще не люблю коктейли, потому что я их не пью. И я после бесконечного интервью задала себе вопрос, почему я так резко обрубаю себе эти коктейли, если я даже не пробовала это создать. Потому что я 100% уверена, что когда человек говорит, что ему что-то не нравится, скорее всего, он не пытался это создать. Для того, чтобы мне сделать реально настоящий вывод, близкие мне коктейли или не близкие, я должна научиться их делать. Я должна познать всю эту эстетику и культуру хотя бы по верхам. Я, конечно, не собираюсь становиться профессиональным баром и открывать себе какой-нибудь кабачок. Я хочу просто, чтобы эстетика вечерних посиделок в моем доме была красивой. Плюс для меня, как для девочки, иметь дома бар и собирать коктейли, это тоже особая возможность. Маленькое выступление. У меня браслеты, у меня кольца, у меня маникюр. И мне, конечно, руками лишний раз покрутить, повертеть своим золотым шейкером со всякими этими красивыми бокальчиками очень всегда приятно. Давайте собирать. Первым делом мы поставим сюда такой маленький подносик, на котором будут стоять инструменты. Это вот все возможные вот эти мерные штучки. Мерные штучки, кстати, я даже специально не покупала. Они доставались мне в каких-то рассылках всяких алкогольных брендов для блогеров. Я малую часть своего бара так и собрала, потому что эти бутылочки копятся и никуда не деваются. И очень часто рассылки оформляются красиво, креативно. Спасибо большое. С вас начался мой бар. Инструменты. Это набор, который я купила в Дом Паркора. Ложки, добилки цитрусовые. У этого всего есть какие-то профессиональные названия. Как услышала, так и выбросилась головой. Придумывала всякие свои. Вы удивитесь, но я даже этим пользуюсь. И еще один стаканчик. Кстати, оба эти стакана это бывшие свечки. А вот это была свечка Zara Home. Tumford. Которая теперь служит стаканом для всяких красивых ложек. Мешалок для коктейля. Мешалки для коктейля. Красивые ложки. Длинные металлические трубочки многоразовые, которые очень легко моются. К ним идет специальный ершик, которым очень легко их прочищать. И не надо использовать одноразовые трубочки для коктейлей. Зачем использовать одноразовые? Тут же их выбрасывать, если можно многоразовые. Тем более, что они такие красивые. Мои случайные покупки в антикварных лавках перламутровые ложечки. Я их так люблю. Они у меня для бара. Теперь бокалы. У меня нет здесь вечеринок. Потому что это дом. Это место отдыха. Очень важное. Но я очень люблю, когда приходят гости. И сюда приходят только самые близкие. Своих самых близких друзей. Я очень люблю. Очень люблю их кормить, поить. И делать для них всякое прекрасное. Коктейли в том числе. И поэтому мне очень нравится, что когда ко мне приходят гости, у меня всегда есть что предложить. В целом все базовые коктейли, типа маргариты, там вот всегда и кири, всякие мигрони. Я всегда могу собрать. Потому что у меня есть бар. Существует эстетика подбора посуды под вот буквально там каждый коктейль. И это, конечно, тут серванты нужны просто, не знаю, обставлять все стены. Не хочется. Поэтому я изучила все. Поняла, что всего несколько видов посуды необходимы для того, чтобы все те коктейли, которые я делаю, быстренько устроить. Первый вид и для меня самый важный это шале или креманки до игристого. Почему для меня самый важный? Потому что в них коктейли становятся очень фотогеничными и все коктейли, которые любят девочки, как правило, подаются в таком бокале. Плюс какой? Он и бокал для просека игристого. Сюда же, пожалуйста, какие-то коктейли. Все эти маргариты, кспопольтыны. Очень красиво подойдет. Плюс это вполне себе бокал для мартини. Потому что бокал для мартини треугольный. Это вот 90% того, что вы на себя его, весь этот коктейль вылечуете. И бокал для мартини, он, по сути, только бокал для мартини. Туда не так много можно засунуть, и он, правда, неудобный. А шале, ну, в этом есть просто какая-то особая роскошь, когда ты сидишь с вот этим красивым бокалом. И прям любой, даже самый обычный, даже будний вечер становится просто какой-то вечеринкой, которую проспонсировал Gatsby. Я сюда понемногу выставляю. По четыре штучки достаточно. Больше четырех человек здесь точно никогда не бывает. Если что, дополнительные все бокалы стоят здесь. Уэлд-фэшнные. Красивые нарядные это Versace. В них я обычно что-нибудь подливаю мужчинам. Потому что они такие очень тяжелые, такие прям мужские. Вот прям для мужской руки. В женской руке они как-то грубовато смотрятся. А вот эти уже больше для девочек. Они такие резные, красивые, с золотой каймой. В них и не грони, и просто воды попить с лимоном, джин-тоник и какую-нибудь кровавую мэри или что-то можно сюда собрать. Ни разу не делала. Ничего, пожалуй, сложного. Вот он, например, делается обычно в хайболт. Но мне кажется, что под каждый коктейль покупать специальный стакан как-то нерационально. Лучше купить какую-нибудь бутылку хорошую. А это такие достаточно универсальные бокалы, в которые вот прям все отлично заходит. Бокалы для вина, точнее кубки для вина красного стоят также здесь, потому что здесь красное вино, оно не охлаждается. Оно при вот этой температуре вполне себе хранится. В Амстердаме есть такой магазин, который, не знаю, как произносится, но название его пишется как D-R-O-O-G. Скорее всего, по-голландски это произносится как какой-нибудь дрог или что-нибудь такое. И у них есть вот эта своя посуда. Это магазин, в котором и бренды, и отель, и кафе, и шмотки, и свои лайфстайлы, какие-то штуки. И очень красивые вещи для дома. Там были найдены эти кубки, и они, конечно, прекрасны. Они черные, супер стильные. Единственное, что они немного опасны, потому что по ним не понимаешь, сколько ты выбил. Они будут стоять у нас здесь. Ой, а кто пришел у нас? У меня будешь хранитель имбара? А здесь у нас будут стоять креманки, потому что, если честно, это идеальное место, куда поставить креманки. Мне их больше особо поставить некуда. Я не так часто им пользуюсь. Но мне всегда хотелось иметь винтажные креманки. Винтажные я такие не нашла, зато нашла в Икее. Они стоили 40 рублей за штуку. До сих пор они там есть, и они абсолютно идеальные, потому что они как будто бы советские. Только советские нарядные из ресторана. Не вот эти металлические, которые были для мороженого, а вот которые прям роскошные. Из ресторана Прага. Так вот, в этих креманках я часто подаю ягодки, какие-то штучки на стол. Очень удобно их отсюда сразу взять. Ну, в общем, что-нибудь так красиво поднакидать. У меня их много, но я вам расскажу секрет. Одна такая принадлежит мистеру Коту. У него есть своя, и он из нее ест. Потому что мистер Кот кот эстета. Поэтому вот не вру, мистер Кот свой корм ест из такой красивой креманки. Очень доволен. Поэтому их здесь не шесть, а пять. Одна у мистера Кота. Что еще мы сюда поставим? У меня есть такая шкатулочка, в которую я сложила всякую мелкую, приятную древедейку. Вот, например, свечки. На случай, если вдруг у кого-то случится день рождения. Знаете, так бывает. Сидишь, сидишь, сидишь. Уже хоп, так подгребает. Заполнишь. Вы с друзьями болтаете. И вы понимаете, что у кого-то сейчас наступает день рождения. И у вас есть хорошая возможность сделать клевый сюрприз, воткнув свечку хоть куда-нибудь. Главное иметь свечки. Поэтому у меня всегда про запас есть такие вот хэппи-бездные свечки. И еще вот такие вот штучки. Это, кстати, очень полезная вещь для таких кубков, которые все одинаковые. Это такой маячок для бокала, который цепляется на бокал, на ножку, чтобы каждый запомнил, где его бокал. Так, мистер Кот, мы их не воруем. Запоминаешь свой цвет и помнишь, где твой бокал. И подставочки под стаканы или под горячее. Стеклянный стол. Не хочется, чтобы его сильно царапали. Поэтому вот такие красивые у меня золотые подставочки. Иногда выступают еще крышечками для свечек. Ну что, мистер Кот, ты как бы здесь остаешься время бутылочки расставлять. Я, поскольку буду полностью заполнять все это пространство бутылками, мне нужна какая-то всегда логика. Поэтому я поставлю в этой части крепкий алкоголь, а здесь всякие вермуты, битеры, ликеры и все такое, все, что сладкое. На задний план высокие бутылки, конечно же. И на задний план самые попсовые бутылки. На передний план самые красивые бутылки и те, которые пониже, чтобы, в общем, стояло красиво. Спасибо, что освободил мне этот уголок. Вот корон, мистер Кот, хвостик береги, красивый романьяк, красивый джинн. Меня поймали. Мистер Кот отпусти. Поменьше бутылки текилы, японские виски, еще один джинн. Ай-ай-ай-ай-ай. Парквень. А сюда все вот эти вот добавлялки. Крепкий алкоголь. Мартини, Апероль, Кампари, Лиле. Да, девочек. Красный вермут. Аморетто. Это что-то похожее на контрон. Шейкер золотой. Куда без него? И парочка сладких сиропов ванильный и карамельный. Выглядит уже красиво, но надо отдекорировать. Я очень люблю, когда стоят цветы, когда много лимонов. Я раскладываю лимоны везде. Они меня радуют, они не портятся. Они просто существуют у меня как элемент декора, который в дальнейшем я просто отсюда беру с полки и добавляю в лимонад или в какой-нибудь коктейль. Лимончики просто надо свободно разложить, чтобы был цвет. Сразу появляется какой-то маленький такой ах. У меня, кстати, есть еще прикольные фарфоровые лимончики. Один в разрезе, один целый. Я их тоже куда-нибудь сюда пристрою. Ну и, конечно же, мои маленькие вазочки, которые я обожаю, которые я везде расставляю. Мне нравится, когда цветочки немножко даже увядают, чтобы немного таких сухих лепестков лежало тоже для красоты. Мистер Кот их не трогает, абсолютно не имеет никакого интереса к этим маленьким цветочкам, что меня, конечно же, страшно радует. Стеклянные бутылочки, кто за мной следит, знает, что это всякие разные бутылочки. Парфюмерные, которые я не выбрасываю, также использую потом для того, чтобы спасать какие-нибудь обломанные цветочки или разбирать большие композиции и собирать вот такие маленькие крошечные букетики. Немножко лепестков. Смотрите, какой у нас с вами получился красивый бар. Эстетика дома, она важна не меньше, как эстетика за пределами вашего дома. Многие уделяют так много внимания тому, как они будут выглядеть на улице, на работе, красятся специально для того, чтобы выйти, украшать свои рабочие места. Но когда приходят домой, забывают о том, что на самом деле место силы, оно находится там, где вы живете, где вы спите, где вы просыпаетесь, едите, принимаете душ, где вы можете восстанавливать свой баланс, где вы можете подзаряжаться, где вы можете каждый день вдохновлять сам себя. И вот такая вот композиция получилась у нас. И добро пожаловать в мой бар. Здесь должна сейчас загореться неоновая вывеска. Пишите в комментариях, на какие темы вы бы еще хотели посмотреть видео. Я знаю, что очень вы хотели посмотреть видео про сервировку и о моей коллекции посуды. Я уже запланировала съемку такого видео. Пишите еще идеи, набрасывайте, пишите. Я с удовольствием такие маленькие видео для вас поснимаю. А вдруг для кого-то после тяжелого рабочего дня, домашние вечера станут более уютными, более вдохновляющими, более теплыми, объединяющими всю семью. За коктейлем, за сбором этого бара, потому что, согласитесь, собирать маленькие букетики для декора своего дома это классное занятие, такое очень творческое дело для всей семьи. В общем, спасибо большое за внимание, жду от вас комментариев и увидимся снова в моей маленькой погибной квартире.